Школьники, пенсионеры, заводчане, педагоги, безработные, люди разных возрастов и профессий в минувшие выходные проверили себя на грамотность. Тотальный диктант в этом году писали в восьми библиотеках города. Пятерку рассчитывает получить и губернатор Игорь Орлов. Невский. Возможно, себе напомнить, что по поводу Невский вы только что послушали правила. Сергей Черноглазов – постоянный участник «Тотального диктанта» в Северодвинске. Но его не пишет, а читает второй год подряд. Говорит, всегда пытается подсказать пишущим интонацией. Тут вот запятая, тут вот, ну точка, понятно, точка – это конец предложения. А там где-то такой-то знак, тут такой-то, пытаешься это передать, но не всегда это получается. «Тотальный диктант» прошел в восьми библиотеках города. Текст читали актеры драмтеатра. Во всероссийской акции принял участие 431 северодвинец. Это почти вдвое больше, чем год назад. Исходя из опыта прошлого года, мы просто решили подстраховаться. Потому что в прошлом году мы сидели просто друг друга на головах. Но наша цель удалась. Мы, как организаторы, планировали разместить людей именно по месту жительства. Автор текста диктанта – специалист по древнерусской литературе Евгений Водолазкин. Требования по безопасности в проведении мероприятия можно сравнить с ЕГЭ. Текст организаторы распоролили незадолго до начала акции. Валерию Гурьеву 87 лет. Ходил на курсы подготовки, чтобы исправить прошлогоднюю двойку. Когда вы давали работу, у меня сказали, у вас двойка хорошая. В этом году на что надеешься? В этом году сложнее почему-то, мне кажется, текст. Сложнее, да? Да. В чем? Не знаю. Мне он труднее дается. А я еще плохо слышать стал. И вот в двух местах не смог написать сразу. За пунктуацию, ну, мне кажется, тройка – это будет круто. Возможно, даже двойка. Потому что я не знаю, где поставить запятую лишний раз, а где поставить точку запятую, а где тире, а где твое точь, русский язык могучий. А тут такие предложения непростые. Я пришла помогать, как бы, и заодно решила написать диктант. Моя мама тоже пишет, но на другой библиотеке, и я решила поддержать. Я не уверена, что хорошо, скорее всего, два. Восемь площадок организовали. И в Архангельске свою грамотность там проверил губернатор Игорь Орлов. Говорит, по-русскому в школе имел твердую четверку. Я рассчитываю только на пятерку, но вполне допускаю, что ошибки, особенно связанные с пунктуацией, могут быть. Губернатор, как и жители всей страны, свою оценку смогут узнать 22 апреля на сайте totaldict.ru. 27 числа филологи прокомментируют ошибки. А вот 30 апреля наградят отличников. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.